друзья всем огромный привет меня зовут филд канад честный блок это пиксель 6 про сюда прилетел 13 android если у вас тоже пиксель вы можете установить себе 13 android уже вышла официальная версия обычно она выходит осенью но в итоге компания google решила выпустить это в августе отлично давайте посмотрим что из себя представляет новый 13 android что там интересного но какие фишечки завезли потому что эти фишки потом плавника перейдут и к другим брендам в общем как всегда все максимально честно и информативно меня зовут филд канал честный блог погнали кстати друзья если вы хотите по хорошей цене купить пиксель 6 про а может быть пиксель 6 а потому что я делал недавно видео посмотрите вот здесь обязательно пиксель 6 а делает фотографии почти как пиксель 6 про а стоит при этом в половину дешевле я внизу оставляю ссылочку переходите к моим друзьям компания цифрус у них и пиксель 6 про у них и galaxy s 22 ультра на snapdragon и сяоми 12 с ультра тоже совсем скоро появится рассылает по всей россии цены адекватные так что welcome итак друзья пиксель 6 про я накатился до 13 android и могу сказать что на самом деле жизнь моя совершенно не изменилась вот практически вообще ничего не поменялось с точки зрения пользовательского опыта он также плавно работает может быть немножко к сканер стал побыстрее работать в режиме видео он также не переключается на телевизор когда снимаешь full hd 30 кадров в секунду когда делаешь увеличение в больше чем четыре раза если ты хочешь включил за телевичок тебе надо переключиться на 4к 30 кадров секунду и только тогда он включится в режиме видео фото все нормально хотя и у фото тоже есть периодические заморочки и если у вас в режиме фото тоже не включается четырехкратный увеличение то надо быстренько переходить галерея потом возвращаться обратно и таким образом как бы он включится короче костыли они остались но что касается новых фишка не все-таки есть их не так много давайте я вам расскажу первое на что стоит обратить внимание это то что у нас как будто бы немножко появились дополнительные анимации то есть вот много всяких разных моментов которые стали немножко анимироваться по-другому это ты замечаешь только при использовании и они очень малозначительны поэтому на них сложно именно обратить внимание но запуск приложений еще какие-то моменты вылетающие окошки все подверглась небольшой этого анимации знаете добавилась такая немножко мими мишность и немножко от а с потому что именно операционная система apple славится своими анимациями которые кстати обычно работают так достаточно долго вот здесь тоже появились такие анимации мне нравится знаете что что все анимации хорошо отрабатываются видите я запускаю приложение она полностью открывается и полностью закрывается и нету никаких рывков ничего то есть с этой точки зрения все хорошо например тоже самый galaxy s22 ультра который мы запускаем он все равно периодически подлагивает уже с анимациями кстати если вы хотите себе накатить бета-версию все очень просто вы заходите например google поиск и пишите android 13 бета нажимаете перемещаетесь на сайт бета-тестирования и если ваш телефон поддерживается на данный момент то вам нужно зарегистрироваться стать участником пускаетесь вниз тут показан ваш телефон написано включить вот если например включить вот у меня видите пиксель 6 а я могу его сейчас подключить потому что пиксель 6 про у меня уже находится в режиме бета-тестирования ну и соответственно как только вы включаете вам прилетает сейчас смотрите я включаю вам прилетает уведомление типа зарегистрироваться да хочу окей спасибо подтвердить почему-то не получилось но не суть после того как вы подтвердили вы заходите в настройки опускаетесь вниз система обновление системы и здесь вы включаете проверку и у вас вылетает информация о том что вы можете обновиться до 13 андроида вот вы пока смотрите да вы возможно замечаете что немножко все-таки поменялась анимация кстати если опустить шторку вниз то у нас теперь кнопка включения находится вот здесь кнопка включения кнопка настроек и вот тут появилось еще дополнительное окошко где написано про активные 3 приложения это три приложения которые сейчас ну грубо говоря работают и немножко высаживают ваш аккумулятор ну и вы соответственно можете их остановить так далее в общем эта система такая слежение за вашим телефоном то что сюда переместилось кнопка питания вот она теперь так выглядит и кнопочка настроек я не могу сказать что это удобно потому что все равно принципе не очень удобно пользоваться например когда тебе нужно поднять яркость или опустить ее и делаешь свайп сверху вниз и яркости по-прежнему нет тебе надо делать еще раз свайп и яркость все равно находится вот а вот высоко сделали бы вот здесь ползунок это было бы хорошо так как это сделал например самсунге давайте пройдемся по интерфейсу но видите у меня включены тематические значки то есть у меня сейчас включена тема для того чтобы родные значки google подстраивались по своим цветовым решением к моей обоине и раньше подстраивались под основную тему только родные приложения google теперь в тринадцатом андроиде и всякие вотсап и вк telegram и все остальное тоже смогут подстраиваться под эту тему но нужно чтобы производители перерисовали значки чтобы была такая возможность пока этого не сделано поэтому выглядит достаточно липоват на самом деле часть значков у нас черно-белые 0 точнее в цвет обоин часть значков родные как статьи это все управляется зажимаем во-первых мне нравится что у нас появилась возможность вот тут уже сразу менять обои это появилось кстати еще по последней версии 12 андроида но такое прикольное обновление мне не надо куда далеко заходить ты можешь отсюда поменять обои завон но то о чем я говорю находится вот здесь вот обои стиль во-первых у нас здесь появились новые цветовые решения то есть если вы вдруг не в курсе у нас google сейчас оценивает ваш рабочий стол и выискивает те цвета которые к нему больше подходят и предлагают вот вам разные решения и соответственно если выбираете вот зеленые цвета то у вас сверху теперь все зелененькая ну и все значки у вас тоже становятся зелеными ну и вообще цветовая гамма становится зеленый вы можете соответственно менять вот можно на синенький поменять можно поменять на еще какие-то варианты раньше не было такого большого количества вариантов было буквально там два три и все ну и соответственно хотите что-нибудь поярче раз такой либо можно не подстраиваться под основную тему выбрать основные цвета выбрать здесь какой-нибудь цвет и дальше у вас все будет вот в этом цвете ну и вот эти тематические значки вот эти черно-белые мне все-таки не очень это нравится это вот эта галочка и и если отключаете то у вас все возвращается на круги своя и тогда у вас значки становятся обычными мне честно говоря так больше нравится вот появилась видите такая новая анимация то есть вот вот такие микро анимационные моменты они вроде как появились вот например приложение яндекс музыка я его впервые запускаю и у меня появляется запрос на разрешение теперь приложение когда буду запускаться в первый раз они будут спрашивать можно ли им включать уведомление это хорошо потому что сверху конечно вот здесь куча всяких порой разных уведомлений которые совершенно мешают жить но теперь у нас есть возможность их уже на зародыше удалять и не давать им возможность здесь светиться ну и собственно то как выглядит новый медиаплеер он теперь стал вот таким разрешаем уведомления заходим в песенки так вот моя композиция с группой интонация это трек кстати являлся саундтреком сериала молодежка если вы вдруг не знали то я снимался в сериале молодежка это то что про хоккей и у меня несколько композиций были саундтреком этого сериала так вот у нас player вот он наверху появился такая например волна говорящий о том что здесь уже часть музыки проиграна но в целом такой большой плеер здесь можно нажать и если у вас подключены bluetooth наушники или может bluetooth колонка или еще что то вы здесь можете переключиться куда будет отправляться музыка потому что пока она играет со смартфона вот громкость также можно здесь подключить новую устройство также появилось небольшое обновление в цифровом благополучии родительском контенте я честно говоря не знаю кто этим пользуются не знаю если вы выставляете себе так чтобы у вас например ночной режим включался там в 23 и у вас экран становился черно-белым и так далее если вы это делаете видите вот у меня пропали цвета и все стало черно-белым это грубо говоря сделано для того чтобы ваши глазки готовились ко сну и вот начиная с 23 до 7 утра у вас теперь экран черно-белый но не знаю кто этим пользуется но в любом случае здесь появились настройки а именно настройки экрана в режиме сна можно автоматически затемнять обои и автоматически уменьшать яркость обои в целом ничего важного в этом нету но такая небольшая настройка появилась мне не очень нравится честно говоря черно-белая вся эта история поэтому я отключаю а вот более интересная вещь касается буфера обмена потому что на самом деле он в андроиде 13 достаточно плохо реализован я бы сказал что в самсунге получше но теперь появились небольшое улучшения например когда мы выделяем какой-то текст на снизу появляется панель где есть подсказки и здесь также можно отредактировать top текст который мы выбираем например мы нажимаем скопировать у нас вот здесь появляется по нам политики во-первых мы можем отредактировать этот текст с ним сделать какую-то часть удалить нажать готово и у нас уже измененный текст сохранился либо можем сразу его отправить куда-то в другое место то есть не скопировать а потом идти куда-то вставлять а сразу же отправить или например у вас здесь есть ссылка зайдем в телегу например это кстати мой телеграм-канал честный блог которым появляются все новости о том что происходит с каналом все интересные нововведения плюс я сюда закидываю периодически всякие разные фотографии устраивают тестирование спрашиваю у вас разную информацию так что подписывайтесь обязательно внизу оставлю ссылочку нас есть ссылка мы и скопировали его снизу у нас появляется вариант либо скопировать и сразу же раз и например открыть эту ссылку в каком-нибудь из приложений но вообще я честно говоря вам очень рекомендую пользоваться буфер обменом которые есть в google клавиатуре смотрите сейчас перейдем куда-нибудь подключаем google клавиатуру и вот здесь у нас есть значок нажимаем не не сюда здесь у нас есть троеточие и вот тут есть буфер обмена его надо включить и тогда здесь будут сохраняться все тексты ссылки картинки которые вы копируете то есть грубо говоря когда у вас есть разный текст смотрите вот мы берем часть текста раз скопировали и нам не надо бежать в другое приложение его вставлять а мы берем тут же еще часть текста скопировали потом скопировали еще часть текста скопировали а вот теперь идем туда в то приложение где там это надо все вставить у нас здесь уже высвечивается последний скопированный и мы идем наше приложение и вот нам например сюда надо вставить эти все эти три текста нажимаем обмена и вот они у нас раз текст 2 текст 3 все они здесь если мы картиночку скопировали тот бы картинка была это очень удобно так что рекомендую кстати еще один интересный момент касающийся буфер обмена если вы вдруг копируете какую-то конфиденциальную информацию типа там пароли или еще что-то то через какое-то время правда не очень понятно через какой ну например так через полчаса она оттуда удаляется ну грубо говоря чтобы плохие ребята не залезли к вам буфер обмена не утащили его также нас появилась в android 13 поддержка функции пространственного аудио что это такое но на самом деле это вещь которая очень пока немного где используется когда вы надеваете свои наушники если вы крутите головой а звук например перед вами то вы в наушниках будете слышать как будто бы звук перемещается в настройках android 13 звуков и вибрациях я ничего не нашел касающиеся пространственного аудио как он включается или выключается поэтому видим это просто происходит по умолчанию либо в приложении где это поддерживается также в android 13 встроена поддержка нового стандарта bluetooth а low energy называется л и аудио сделано это для того чтобы уменьшить задержку между воспроизводимой музыкой и вашими наушниками но опять же это нигде не включается просто то есть по умолчанию еще кстати интересная штука связана с тем если вам нужно кому-то отправить какой-то текст ну например например вы зашли в хром и взяли скопировали и вам нужно этот текст отправить понят дела вы можете отправить через ватсап и так далее ну вот есть возможности так отправить нажимаете копировать поделиться и можно поделиться через обмен с окружением если вы аирдропа который есть у apple то есть вы берете второй телефон samsung ну или какой-то другой и вам нужно здесь включить обмен с окружением вот у меня эта функция она выглядит вот так вот она мне включена и дальше мы нажимаем обмен с окружением он ищет устройство поблизости у которых включена функция обмен с окружением и вот он видит galaxy s22 ultra мы нажимаем отправляется сообщение принять хорошо и вот мне пришел в текст не сказать что это какая-то офигенная функция вот так или иначе она есть вообще если вы не знали таким образом можно передавать все что угодно то есть вам не нужно через ватсап или через telegram что-то отправлять человеку ну например у вас есть видео какое-то большое 4k видео и вот фотография северного сияния я его первый раз в жизни кстати видел когда был в городе усинске усинску большой привет мы нажимаем поделиться обмен с окружением он находит samsung мы его нажимаем и он не по блютусу а скорее всего по вайфаю или еще как-то вот так вот быстро моментально буквально отправил картиночку видите да так что можно этим пользоваться когда вам нужно отправлять что-то между двумя android устройствами естественно apple вы так ничего не отправить думаю что вы помните у нас в android 12 появилась функция два раза постучать по спинке и у нас что-то произойдет например сделайся скриншот или включится цифровой помощник но очень важная штука была упущена нельзя было включить фонарик теперь это можно сделать поставили здесь включить фонарик это кстати находится в разделе жесты выходим с этого меню два раза постучали и у нас включился фонарик надо немножко привыкнуть этому жесту потому что он не всегда срабатывает еще одна интересная функция которая появилась вы можете для каждого приложения выбрать свой язык у нас появилось меню языки приложений нажимаем сюда вот они языки приложений и для каждого приложения вы можете выбрать свой язык но вот что я могу точно сказать во первых таких пока приложений крайне немного но видимо разработчики будут делать поэтому честно говоря пока мне здесь выбрать нечего но вообще я бы google карты бы например или яндекс карты включил вы на английском языке там шикарно разговаривают мне очень нравится поэтому заходим в календарик выбираем что вас календарик теперь на например немецком языке и вперед вот про это точно не скажу на по моему появилась возможность настраивать вибро отклика в разных приложениях то есть не только просто делать сильнее и мощнее вибро отклик и регулировать его но также например в во время будильника вот тут можно выбрать какое у нас будет и brod в целом без разницы как будто бы какой-то вибро ссылка во время будильника но вот такая настройка появилась для тех людей которые переживают за то что их телефон может за ними следить какие-то приложения могут что-то делать есть режим конфиденциальность вы про него знаете сюда можно зайти посмотреть какие приложения что делали например как использовалась камера и кто использовал камеру вот например камеру использовали положение камера а микрофон использовал приложение google вы можете посмотреть соответственно кто что использовал но раньше это можно было сделать только за последние 24 часа теперь можно также смотреть и за прошедшие 7 дней но как это на самом деле переключать и не очень понял поэтому эта функция есть но какое включить не знаю немножко про апгрейдила google и свое взаимодействие со сканированием qr-кодов теперь не обязательно запускать приложение камеры чтобы просканировать qr-код кстати смотрите для приложения камер доступно обновление окей нажали обновить отлично кстати google это по моему единственная компания которая вот таким образом обновляет приложение камеры просто все остальные обновляют через обновление системы а google просто скачивает из google play и все сами вы конечно не можете произойти и установить это когда что-то уходит короче опускайте шторку вниз и здесь у нас появился дополнительный сканер qr-кодов вот он нажимаем переносим об теперь у нас здесь есть он вот сканирование нажали выбрали что от сканировать и сосканировали еще одно нововведение которое является ну пока мало значительным в разделе экран вы можете зайти в раздел заблокированный экран и вот раньше заблокированного экрана вы не могли управлять например устройствами домашнего дома теперь вы это можете сделать вам нужно включить вот эту клавишу у меня честно говоря дома нет ничего умного поэтому мне нечем управлять кстати раньше масштабирование экрана и размер текста были в разных менюшках а теперь они находятся в одном поэтому вам не надо туда-сюда прыгать просто зашли поменяли что вам надо и пошли дальше еще одна интересная функция она находится в специальных возможностях аудио-дескрипция то есть это аудио сопровождение фильмах и сериалах то есть когда вы нажимаете эту клавишу если в этот момент вы смотрите кино которая естественно адаптирована для работы с android 13 то в этот момент когда никто ничего не говорит но при этом фильме что-то происходит вам голосовой ассистент рассказывать что происходит в фильме но предположим у вас не очень хорошо со зрением или еще что-то или вы например отвернулись и вам видимо говорят вот мужик в черном пошел взял ее за грудь и нагнул не знаю наверное что типа того появилась мысль посмотреть фильмы для взрослых с этой функции и послушать что же они там будут говорить если сейчас кто-то смотрит из создателей фильмов для взрослых адаптируйте свои фильмы для этого тоже пожалуйста еще одна интересная функция она настолько секретная что находится в разделе для разработчиков это ограничение скорости скачивания то есть вы в принципе можете сделать так чтобы на вашем телефоне скачивалась все медленнее и имела определенное ограничение 128 256 1 мегабит 5 или 15 для чего именно и как это можно использовать по жизни честно говоря не очень понятно но такая возможность появилась я вам о ней рассказываю раньше кстати помните у нас были вот такие большие часики на экране блокировки но теперь их убрали и мне честно говоря грустно теперь вот такие в целом стандартные часы а мне большие нравились это было прикольно кстати еще одна интересная функция когда у нас включен фонарик у нас вот тут наверху появляется информация о том что фонарик включен и нажмите чтобы выключить еще раз нажимаем ты включайся давай вот включился и здесь появляется информация можно это настроить но это имеет отношение к настройкам вообще в принципе главному экрану ну и последнее о чем хочу я вам напомнить это честный блокчат наш большой форум наша большая telegram семья в которой мы с вами общаемся и устанавливаем google камеры на ваши смартфоны именно здесь мы помогаем вам на вашей redmi samsung гирилами другие телефоны установить google камеру google камеру кстати можно установить также и на смартфон пиксель у нас получается будет родная камера и будет google камеру google камеры обычно побольше функций чем у родной так что нажимаете решеточка пишите джек м и у вас появляется доступ ко всем камерам которые мы уже опробовали если вам нужна камера для какого-то вашего устройства пишите сюда что друзья помогите мне найти google камеру для вашего телефона ну и все заходите подписывайтесь на здесь уже 13 тысяч человек а в нашем основном телеграм-канале новостном уже 16 тысяч двести человек всем большое спасибо за то что вы с нами заходите и подписывайтесь ну что друзья вот так вот выглядит новый 13 андрей совсем немного новых фишек совсем немного каких-то нововведений максимально минорный апдейт я бы сказал так еще раз напомню что если хотите приобрести 6 про 6 а samsung и соньки обращайтесь к моим друзьям компания цифрус внизу оставляю ссылку но как всегда говорю вам огромное спасибо за то что посмотрели это видео надеюсь что она оказалась для вас полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал если нужно больше рассказывать видео об операционных системах что там у real me у самсунга фишечки айфона напишите пожалуйста в этом комментариях но на этом все меня зовут фил честный блог не болейте всем счастливые пока